Всем привет! В ближайшие несколько минут с вами будет Данута Хлысня и короткий выпуск правдивых, свежих, актуальных новостей о Беларуси и не только. Обязательно ставьте лайки и пишите сразу несколько комментариев по поводу того, что увидите и услышите. И начну, пожалуй, с новости, которая просто зашкаливает своей милотой. В Минске для силовиков открыли Центр психологического обеспечения. Тут столичные милиционеры смогут погрузиться в атмосферу комфорта, снять нервно-мышечное напряжение и привести мысли в порядок. Комфортное место сначала на себе испытали руководители ведомства, позже туда обещают допустить рядовых сотрудников. В Центре, между прочим, будет проводиться психокоррекционная, тренинговая и психодиагностическая работа с милиционерами столичного гарнизона. Отмечается, что оснащение и специалисты там просто уникальные и аналогов не сыщешь во всех иных милицейских подразделениях. В специальном кабинете милиционеры смогут посмотреть на пузырьки или звездное небо, поиграть с лазером, сразиться в мафию и даже снять напряжение в массажном кресле. Кроме того, в уголке милицейской радости и есть фиброоптический душ, светящиеся волокна которого образуют шатер, в котором можно полежать в кресле-мешке. Это дает возможность отдохнуть и привести мысли в порядок. Бедные, бедные милиционеры. Хорошая новость, состоит в том, что это ведь прекрасно, если они сами признают тот факт, что мысли у них, мягко говоря, не в порядке. Правда, есть и плохая. Массажем, пузырьками и игрой в мафию это, увы, не исправить. Заключенные женской камеры на Окрестина, где содержится журналист Ирина Славникова, объявили голодовку. Причина – недопустимое условие содержания. Заключенные лишены возможности получать передачи, а на днях у них изъяли даже зубные щетки и лекарства. Причиной, как рассказала одна из бывших сокамерниц, стало то, что они якобы не тем тоном попросили у администрации туалетную бумагу. Женщина также рассказала, что в двухместной камере, где находится Ирина, всего содержится 11 человек. Вы только вдумайтесь, в камере, рассчитанной на двоих, находится 11 человек. Есть среди них и женщина без определенного места жительства. Как мы помним, это не первый случай, когда журналисты вынуждены таким образом протестовать против нечеловеческих условий содержания. Напомню, журналистку Ирину Славникову вместе с мужем задержали в ночь с пятницы на субботу в Минском аэропорту. Пара просто возвращалась из отпуска. В итоге они получили по 15 суток административного ареста за распространение экстремистских материалов. Друзья, поддерживайте незаконно помещенных под стражей политзаключенных, пишите им письма со словами поддержки. Мы помним обо всех и обязательно сделаем все возможное для того, чтобы не позволить им находиться в неволе весь тот срок, который им присудила продажная судебная система. В очередной раз напоминаю, присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога от Байпола и Ситуационно-аналитического центра. Живе Беларусь! На встрече со студентами Гродненского государственного университета губернатор Владимир Караник заявил, что, цитата, «по Гродненской области уже четвертую неделю не регистрируется рост числа пациентов с ОРВИ и пневмонией. Уже вторую неделю мы даже фиксируем некоторое снижение, и что еще отрадно, мы не достигли пика прошлогодних значений, у нас заболеваемость в этом году ниже, чем год назад». По словам Караника, причина, по которой удалось этого достичь, то, что в августе-сентябре в области провели активную кампанию по вакцинации социальных работников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Так, в системе здравоохранения были вакцинированы более 90% работников, в образовании более 70%. Караник также отметил, что прививка – это не повод включать режим бессмертия. И, внимание, призвал носить маски в общественных местах. Да-да, вы не ослышались. Караник призывает вопреки приказу нелегитимного носить маски. Неужели переобувается к зиме? Ну, неужели готовится к смене лысой резины? В любом случае, скоро узнаем. Друзья, носите маски и будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео, помогайте продвигать его в тренды белорусского ютуба. Пусть как можно большее количество людей узнает, какой беспредел по-прежнему продолжает твориться в диктаторской стране в центре Европы. А с вами была Данута Хлысня. Увидимся завтра!